Привет, ребята, это Настя. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как запоминать новую информацию из книг, из видео, из учебников, из тренингов быстрее, может быть, сразу после прочтения какой-то книги или после того, как вы вышли из лекции, думаете, это возможно, и запоминать ее на более долгий срок и при этом тратить меньше усилий. И для этого совершенно не нужно улучшать память или развивать память, нужно просто следовать подходу, который, к сожалению, наука знает точно уже очень давно, какой он должен быть, но он почему-то не стал мейнстримом в наших образовательных учреждениях и просто в нашем обществе. И чтобы понять, как запоминать быстрее, нам нужно знать, что такое кривая забывания, что такое воспроизведение из памяти и что такое эффект тестирования. Так что слушайте внимательно, потому что теперь по нашей новой традиции в конце вас ждут вопросы. Если бы я нарисовала график того, сколько ты будешь помнить информации из этого видео после того, как ты его просмотришь, то этот график выглядел примерно так. Итак, уже в первые 20 минут после просмотра ты бы забыл 40% услышанной информации. Через один час у тебя в памяти осталось бы только 55%. Через один день ты бы забыл 70%, ты бы помнил только 30%. Через одну неделю у тебя бы осталось 23% и с течением времени у тебя останется мизерные 15% информации того, что ты помнишь из этого видео. И я уточню, что это не значит, что если ты опять не посмотришь это видео, у тебя не будет этого ощущения, а я здесь все знаю, я это все помню. Я говорю именно о том, о твоей способности воспроизвести эту информацию самостоятельно, как если бы ты попробовал пересказать содержание этого видео своему другу. Этот график называется «Кривая забывания» и он был построен еще в первый раз в 1885 году Германом Эббенхаусом. Это немецкий психолог, и он является отцом научного экспериментального изучения памяти. И цифры на этом графике, они могут разниться в зависимости от информации, о которой идет речь. Это может быть какой-то роман, а может быть технический учебник или просто рандомный набор цифр. Но в любом случае динамика остается верной вне зависимости от типа информации. В первый день происходит существенное забывание большего количества информации, которую мы только получили. Так вот, вспомни, как может быть когда-то ты покупал какую-то книгу, энциклопедию про историю, искусство или политику в надежде, что она сделает тебя более эрудированным. А в итоге ты ее прочитал, но что у тебя осталось? Какие знания у тебя остались из этого? Или может быть ты смотрел какую-то часовую лекцию на ютубе, тоже какую-то обучающую, и сейчас вспомнишь только ее название. И нет, ты не глупый, это естественный биологический процесс, и очень здорово, что мы так запрограммированы и имеем возможность забывать массу ненужной информации и деталей, и также может быть какие-то события в жизни, которые нас огорчали. И хорошая новость в том, что науке уже давно известно, как у науки есть выверенный точный подход, как можно остановить вот это падение в кривой забывания. Да, если мы хотим что-то запомнить, даже не учебную информацию, нам надо ее учить, но подумайте, какие учебные методы, подходы вы знаете. Мы можем, с одной стороны, перечитать то, что мы читали, пересмотреть видео, мы можем выделить хайлайтером, текстовый делителем, мы можем сделать какие-то пометки, создать конспект, может быть даже сделать интеллект-карту. Мы можем ответить на вопросы в конце нашего учебника, например, и здесь остановимся, и давайте сделаем вопрос. Сколько из вас, кто из вас регулярно, то есть чаще да, чем нет, отвечает на все вопросы, которые идут в конце вашего учебника? Кто это делает регулярно? Я готова поспорить, и увидим потом, через пару дней проспорила Илья, но я готова поспорить, чтобы большинство не отвечает на вопросы в конце учебника. И мне даже спрашивать не надо, чтобы знать, что да, большинство из вас перечитывает материал, конспектирует материал, выделяет материал. Я тоже это делаю, потому что это легко, это интуитивно, и, к сожалению, наука говорит, что это очень-очень неэффективный способ учиться. Что же тогда эффективно, что работает? А работает любой учебный подход, который подразумевает, включает в себя когнитивный процесс воспроизведения информации из памяти. И это может быть как ответы на вопросы в конце нашей главы, но это может быть также просто простой пересказ другу информации, которую ты только что прочитал или услышал. Это может быть работа с индексными карточками, это может быть тестирование, например. И вот именно тестирование, оно глубоко недооценято и недопонято как студентами, так и учителями, потому что большинство из нас думают, что польза тестирования экзаменов в том, что мы к ним готовимся, что оно заставляет нас что-то делать, учиться. Исследования показывают, что это абсолютно вторичный, он так и называется косвенный, вторичная польза тестирования, то, что оно заставляет нас готовиться заранее. Истинная польза тестирования совершенно не в этом, а именно в том, что в момент, когда ты пытаешься вспомнить информацию, что-то такое происходит в твоей голове когнитивно, что заставляет эту информацию сохраняться сильнее. Я вам приведу типичный эксперимент, который очень хорошо это иллюстрирует, и этот эксперимент был уже воспроизведен за последние столетия множество раз. Он заключается в следующем. У нас есть три группы участников. Все эти группы, им дается, например, какой-то отрывок текста, который они должны прочитать, изучить. Первая группа участников, прочитав, изучив этот текст, идет сдавать экзамен. Вторая группа участников имеет дополнительное время для того, чтобы еще посидеть и поучить этот текст, может быть, составить конспект, повыделять, почитать, создать интеллект-карту, и только потом идет сдавать экзамен. Третья группа имеет возможность, ну, каждый из них должен сдать мини-тест до самого экзамена, и они не получают результатов этого тестирования. Они просто должны сеть, заполнить тест, сдать его, никаких результатов, дальше пошли на экзамен. Так вот, все эти эксперименты за последние сто лет показывают, что лучше всех из этих трех групп будут результаты у тех, кто сдали тест перед тем, как пойти на экзамен, даже несмотря на то, что они не учились дополнительно, как вторая группа, и они не получили обратной связи, потому правильно ли они сдали этот тест. Это абсолютно контринтуитивно, но это научный факт. И именно вот этот вот феномен, он называется эффект тестирования, и он заключается в том, что когда мы тестируем нашу память, когда мы воспроизводим из памяти, то наша память усиляется. Но, ребят, есть один очень важный параметр, который определяет, получишь ли ты пользу от эффекта тестирования, и я попросту до недавнего времени о нем не знала, поэтому я, в общем, потеряла много усилий впустую, потратила. Смотрите, берем наш график «Кривая забывания» и видим, что в первый день 70% информации мы теряем. И, например, мы сходили на лекцию, посмотрели лекцию в интернете, сходили на рабочий тренинг. Когда мы должны сделать тест, чтобы остановить падение кривой забывания? В конце недели, в субботу, когда у нас будет время, через пару дней, когда мы найдем время? Нет, это слишком поздно. 70% мы должны это сделать сразу же после того, как мы столкнулись с новой информацией, которую мы хотим запомнить. На самом деле это сразу же после информации, и дальше через 24 часа после первого теста идет второй тест, ну и потом с увеличивающимися интервалами, про это мы знаем. То есть эффект тестирования, польза от тестирования работает только тогда, когда ты используешь тест сразу после того, как ты проработал информацию, разобрал ее, прочитал ее. С практической стороны, конечно, остается вопрос, как выполнять это тестирование вовремя, как находить на него время, оставаться дисциплинированным, ну и технически, как делать это тестирование. И я себе говорю, что это вопрос изменения менталитета. Лекции, например, в большинстве, наверное, стран и учебных заведений, они не обязательные, но тем не менее, большинство из нас ходит на них регулярно, без проблем и не пропускает их. Что я себе говорю? Первое, это то, что перед тем, как я буду начинать новый онлайн-курс, новый живой курс, новый рабочий тренинг, любую, я не знаю, может быть, читать книгу, из которой я хочу заполнить информацию, я буду продумывать и планировать, что после поглощения информации, будь то на онлайн-курсе, рабочем тренинге или живьем в универе, я планирую сразу после этого 15 минут, когда я сделаю маленький тест. И на самом деле вот в этом огромная прелесть тестингового эффекта и всего этого подхода к обучению, что ты не только отлично запоминаешь, но тебе надо гораздо меньше времени на это. Второе, это опять же перед началом какого-то нового учебного процесса я определяю, как именно я буду тестировать свои знания. Если вы учитесь в универе, у вас есть учебник, то классно, потому что в конце обычно есть вопросы, есть список определений, и тот маленький тест можно сделать именно поэтому. Если ты ведешь записи от руки, то наверняка ты какие-то термины или что-то выделяешь, можно пройтись именно по этим выделениям и воспроизвести в голове информацию, которая относилась к ключевым словам, которые ты видели. Если ты читаешь книгу, да, это немножко хассл, нужно делать усилия, но можно сделать короткие заметки на полях, вопросы касательно тех моментов, которые ты хочешь запомнить, и когда ты два часа почитал ее, можно открыть и пройтись по этим вопросам. Ну и сейчас ваша очередь сделать первое тестирование после услышанного. И вопрос следующий. Первое — это сколько информации у нас остается в голове через 20 минут после того, как мы ее прослушали, просмотрели, и через один день. Какой когнитивный процесс должен лежать в основе выбранного вами учебного метода для того, чтобы использовать вот этот эффект тестирования? Ну и третий вопрос — это когда нужно делать первые два тестирования? Ребят, что касается названия видео, как запомнить в 10 раз быстрее, если я выбрала это название все-таки, то это просто хорошо звучит. На самом деле я не знаю, в 20, в 5 или в 10 раз это быстрее, но я точно знаю, что если следовать вот такому подходу, то ты будешь учить самым быстрым способом, который на данный момент задокументирован научно. Поделитесь этим видео с вашими друзьями или с вашими учениками, если вы преподаете, или еще лучше выучите содержание этого видео и просто перескажите его им, потому что, с одной стороны, вы их впечатлите, а с другой это будет очень полезно для вас самого выучить и воспроизвести из памяти, пересказав. И это все на сегодня, ребят. Я желаю вам всем запоминать все, что вы захотите, и увидимся в четверг. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok